сегодня тоже будет гриб сейчас я легкой линии легким тоном его в ту сторону легкой линии его отрисуем ухачка если я светлым тоном буду отрисовывать то в принципе какие-то ошибки в рисовании и если потом захочу что-то переместить это легко можно будет сделать за счет фона например и старайтесь когда рисуете какие-то вот изгибы переломы формы их может даже немножко усиливать не рисуйте скучно такую линию очень неопределенную такую линию то есть если есть и в выгиб он какой-то это будет живописно это будет интересно и это всегда будет выигрыш на так свет у нас вот отсюда вот так у нас свет идет естественно тень будет вот здесь сейчас я сразу же шляпку намочу я тут какие-то линии в нее начали пропадать потому что я не хочу чтобы у меня прям линии остались тут возможно я и не успела поэтому хорошо что мы взяли светлый тон и так будет видно так а теперь я хочу положить сразу тень падающую победу все намочила и не знаю как теперь у меня это пойдет так если я намочила что-то лишнее я беру салфетку мне в данном случае вот этот стык мне нравится то что одно с другой потечет прикладываю и промакиваю не тыкайте вот так вот пальцами ног с ногтями потому что если вдруг у вас бумага была мокрая вот эти вот пятна потом проступит поэтому полу плоским прикладываем и промакиваем здесь в принципе можно ничего не делать все я хочу залить залить хочу так ну я там явно вижу что-то а давайте сделаем какой-нибудь немножко дикий вариант попробуем прям розовенького туда прикольно прикольно что мы сейчас тут сотворим так чем залить чем залить а если вот так вот сажу как у меня этот желтый называется кто помнит и смотрите я как бы не смешиваю эти цвета здесь как бы кладу их рядом единственное нужно сразу смотреть чтобы вот этот вот стык смягчать чтобы все очень жестко не высохла да и акварель она такая честно скажу значит яркий цвет вы можете положить и потом его запачкать наоборот нет то есть если вы изначально приглушенными цветами будете рисовать то вы не сможете подъярчить будет тяжело а вот наоборот если вы сделали супер ярко то пригасить эту яркость мы можем легко поэтому вот этот вот розовый меня не смущает потому что я всегда могу по нему пройтись и он попадет или почти пропадет так серединку на закрасить между этими двумя мазочками ауреолина называется тут я вспомнил желтый он потеплее чем лимонная но при этом у него хороший состав так ну и вот здесь в каком-то месте касания потемнее и там где идет жесткий край сухой мы подмачиваем те мы сделали как и хотела куда экзотическую шляпку шляпку буду делать значит свет падает оттуда у меня самое светлое место вот здесь потом от него начинает расходиться потемнее вот сюда прям самое крайне мочу хотя мне так жарко что мне скорее все тут уже высохло все так вот тут смочу себе две красочки 3 немножко вот это у меня скорее всего ухо красное те я не уверена там какой-то появился или он был не помню какой-то похожий цвет тоже хороший шахназарская что льда да 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 шахназарская вот он либо либо ухо красное либо шахназарская то что они оба хороши если вам что-то интересно какой-то моментом по краскам пишите в комментариях даже если вы в записи смотрите потом пишите на ю тубе комментарии я увижу что вам интересно коробку открою выковырю что не очень удобно ковырять выковырю и скажу вам что конкретно там у меня был за цвет если интересно если какие-то цвета прям важно что я использую на этот то я вам об этом обычно и так говорю потому что например кадми желтый для смесей плохой грязь дает моментально если вы кашу чистом виде там используете ничего видите вот тут я не успела смягчить еще очень играет роль погода например очень жарко или очень сухо у вас быстро будет значит все высыхать если кстати вот так тоже ничего да кстати мы с вами тут сейчас нарушаем все правила как говорят что вот белила нельзя акварель вот черного нельзя акварель у меня на каждое это высказывание есть свой опыт и свое мнение вот и я тоже в каких-то моментах скажу что нельзя не надо но в данном случае если вы используете правильную черную и правильно ее используете вот то это одно вот эти вот неаполитан ки всякие разные которые вышли они тоже хороши но пихать их куда-то в сложной смеси я бы не стала то есть мешать вот эту вот например синим или куда-то ее чем-то вот почти в чистом виде или с какими-то близкими цветами то есть вот эту вы там вместе с окрами или с какими-то красными можно или рядом положить а вот так что прямо и в сложную смесь запихивать ее и еще несколько цветов и удивляться чё на выходе грязь получилось вот это я бы не стала делать вот про черный если у него хороший состав вот и он хорошо в смесях себя проявляет почему нет просто раньше не было хорошего черного то что было в комплекте шелобут во всех наборах черная было ужасно она давала грязюку в любом проявлении и было как бы бесполезно также как бы плохая лимонная было не лимонная акадмии лимонный помню помню как она называлась но в общем она тоже давала грязь в смесях фиолетовая в наборе была плохая по составу они сейчас есть у питерской палитра но есть их хорошие аналоги если вы возьмете аналоги именно с хорошими параметрами компонентность прозрачность вместе видео я его сюда прикреплю под она будет под видео с ссылочкой вот сможете посмотреть если вдруг вы еще не в курсе вот там по параметрам я цвета хорошие выбираю с ними можно мешать практически все совсем и будет нормально то есть любой почти цвет можно мешать другим и будет все хорошо вот поэтому миф про черную краску в акварели я считаю что он он у меня здесь нет коричневых так нам теперь нужно коричневых у меня нет вот смотрите я сверху успела подмочить внизу и не подмочил значит снизу обязательно нужно то есть по сухому если полностью работают то я все время подмачиваю либо до того как положить мазок либо после либо и до и после чтобы не было жестких касаний и был такой как бы не то чтобы вообще от мазков избавиться то есть они могут быть я не против мазков абсолютно не против может быть манера такая что там мазочки мазочки я сама училась этому долгу у меня есть такие работы академически все в мазочках вот я не против пожалуйста но чтобы не было вырезанности когда мы подмачиваем у нас есть возможность добавить среду как бы в среду мягко вписывается до эфир конечно раньше 9 утра может у вас не зайти но у меня уже несколько дней обещают прийти рабочие в один день я эфир пропустила они так и не пришли было очень обидно вот причем это время как раз примерно вот утра около десяти они начинают звонить или обещают прийти в это время и поэтому ты как бы дела свои это самое не можешь и рабочих передвинуть не можешь потому что ты так как ждешь они не хотят нифига приходите ничего делать вот и короче в один день одного ждали он так и не пришел в другой день как бы как бы ждали его только на консультацию он пришел и до вечер копошился вот и поэтому сегодня фиг знает придет не придет мне уже не хотелось откладывать что я решила каждый день вести эфиры я поэтому решила что блин вечером я ни на что не способна то есть я не я слишком уставши вчера пока за ним убиралась пока свои какие-то дела тут в общем я только все переделаю время хоп без чего-то 10 мне уже спать ложится надо вот что я рано ложусь и рано встаю поэтому я решила что лучше я проведу эфир и вы посмотрите в записи чем у меня опять будет опять я свое обещание наружу что я решила эфира проводить и не смогла вот я думаю что так лучше шляпка у меня подсыхает вот тут у меня уже мне что-то это уже не очень нравится давайте мы ее выберем сейчас она подсохнет мы туда чего-нибудь под зададим еще тонну туда так сейчас мне шляпка все вообще подсыхает тут у какая-то геометрическая получилась линия не свойственно для гриба какую-то дырочку тут посадить так ну что у нас тут у нас все высохло теперь я хочу посмотреть кстати я через ваш монитор буду смотреть через по тону сейчас смотрю оцениваю что у меня как потому что падающую тень мы делали в самом начале и она может сейчас не совпадать по тону по цвету в принципе так и есть давайте мы ее сделаем значит она примерно вот здесь у нее примерно будет кульминации вот сюда она будет как-то выходить как-то она тут идет и еще одна такая же выходит вот здесь по мокрому кладу смотрите кстати у меня практически умра натурально получилось поэтому вы мне можете говорить что нельзя там черным ля-ля-ля но сейчас черный с охрой желтый или охрой светлый я не помню как они тут лежит далее мне цвет умра натуральная а кстати умра натуральная если я не ошибаюсь в невской палитре она состоит по моему из трех компонентов какая-то она по составу в общем не очень а у меня получилось сейчас почти она же но из двух компонентов причем еще и прозрачная поэтому вопрос как в эту черную используйте если вы будете брать черный цвет причем какой-то не прозрачный а глухой много компонентный и класть его например в чистом виде прям берете черную из банки кладете то это конечно будет не очень хорошо если конечно вы не используете это для каких-то декоративных целей где вам нужен именно черный такое тоже бывает наверное не могу сейчас сообразить конкретно какая может быть задача но всяко бывает а если мы используем по грамотному в смесях то почему нет про неаполитан ки вот эти вот цвета светлые которые с добавлением белью идут они хороши для определенных задач например если вы рисуете цветы цветы настолько специфичны как бы что добиться яркого цвета вот этой разбеленности довольно сложно то есть если у вас задача сделать именно ярко декоративно то вам вот эти цвета как бы будут хороши если вы хотите как академист делать без вообще белье но не используйте неаполитан киши не призываю я могу и так написать и так я не очень люблю цветы поэтому не могу сказать что они мне прям там получаются я прям там фанат но если надо я сяду напишу потому что опыт у меня есть какие краски дадите из таких он рисует то есть это не проблема вопрос в том как вам больше нравится у меня например есть знакомая художник очень с большим опытом уже и у нее пошла акварели именно после того как она себе разрешила комбинировать материалы комбинировать настолько что она туда пастель может засунуть это не с не говоря уже о белилах неаполитан ках о линерах всяких и так далее она может туда засунуть одну пастель другую пастель она делает сама бумагу в общем как только она разрешила себе писать так как и хочется экспериментировать и делать вот у нее в этот момент сразу же акварель стал бомбической потому что человеку именно мешали ограничения навязаны извне вот на кстати очень небольшая производительность она постоянно продает свои картины то есть у нее налажен поток клиентов скажем так покупать то есть спрос есть и работы очень красивые поэтому сами делайте выбор какие правила вам использовать а на какие закрывать глаза потому что ваша жизнь за вас никто не решит что-то я тут развел психологические тренинги у нас сегодня тема рисования видите я докладываю как бы я поднимаю тон у шляпки кстати густенько можно тоже положить но охрана в принципе такая полупрозрачная если меня например вот влажно тона не хватает я могу положить погуще потому что мокрый мазок он будет двигать то что уже лежит там сейчас мокрая так ладно пусть подсыхает и мы посмотрим чуть-чуть вот этого хочу где-то здесь там править и разогнать чтобы не было так очевидно и как видите я чаще не до смешивают цвет полностью на палитре я могу положить два мазка как бы рядом и они за счет того что где-то влажная бумага или я тут же подмачиваю они начнут на бумаге смешиваться такой подход мне больше нравится чем когда мы полностью все вымешиваем на палитре потому что этот вариант более яркий а я за яркость потому что я писала сколько лет 15 наверное акварелью по вот этим правилам академической живописи скажем так и никакой яркости получить там есть свои определенные способы чтобы добиться яркости но мне они не подходит ключик и есть свои особенности вот и мне они не подошли я довольно поздно это поняла что есть дорогие пути вот и вас тоже призываю искать свои пути то есть если что-то где-то у вас не получается не знает что ваш что этот материал вам не подходит бывает что просто какой-то момент или принцип что-то вам не дает сейчас я расскажу что я делаю я поднимаю по тону чуть-чуть тона не хватает поэтому я немножко в ножку добавил тон немножко в тень потому что это у нас как бы передний план так и хочется здесь дать холодного тона она вот у меня цвет зеленого тучу ну вот типа наши ума сейчас натурального мешаем и пройдусь мочу края пока быстренько не высохла так что мы не происходили вот эти вот светлые фрагментики которые мы оставили вначале такие живописные сейчас уже пришло время их немножко пригасить ну или чтобы сделать их поменьше чтобы они так внимание на себя много брали что можно еще немножко пройтись сделать легкий фон совсем хотя бы легкий а Продолжение следует... Продолжение следует... Сделаю тут блик, не блик, световое место. И поставлю подпись. Продолжение следует... Продолжение следует... А с вами была Дарья Поздняк. До новых встреч!